Ну а мы продолжаем обсуждать шокирующее убийство в Подольске. 30-летний мужчина зарезал двух своих детей, 4-летний сын и 9-месячная дочь погибли на месте. Убийца напал с ножом на их мать, а затем пытался покончить с собой. Но ему помешал племянник, который в это время находился в квартире. Трагедия произошла накануне вечером. Израненная женщина вызвала на помощь соседей. Сейчас она находится в реанимации. Ее состояние тяжелое. Как рассказывают соседи, ссоры и скандалов в их квартире никто не слышал. Семья всегда производила впечатление благополучной. То же самое можно было сказать, глядя на страничку в социальной сети. Множество фотографий из путешествий, видео, где отец играет со своими малышами, против мужчины возбудили уголовное дело сразу по двум статьям. Убийство двух малолетних, совершенное с особой жестокостью, и покушение на убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью. А следователи и психологи пытаются выяснить причины неожиданной агрессии отца семейства. Но это зверское убийство собственных детей далеко не единичный случай. Летом трагедия произошла в Нижнем Новгороде. Там с семьей расправился 51-летний мужчина. Как позже выяснилось, он страдал шизофренией и состоял в секте. Его жертвами стали шесть детей, жена и мать. И вот о возможных причинах страшной трагедии и можно ли предугадать такую вспышку немотивированного насилия, нам рассказал психиатр-криминалист Михаил Виноградов. Жестоко расправиться с семьей не совсем правильная формулировка. Он ведь и сам хотел уйти из жизни. Он давно вынашивал мысль уйти из жизни всем вместе, всей семьей. И такие расширенные самоубийства всегда совершают люди психически больные, на протяжении длительного времени готовящие такое самоубийство. Только психическая болезнь, подчеркиваю, именно болезнь психическая, способствует такому виду самоубийств. Распознать быту практически невозможно. Это милые, улыбчивые, доброжелательные, воспитанные люди. Но в душе что-то он вынашивает. Жена могла замечать какое-то недовольство в жизни. Близкие друзья могли замечать, что он чем-то недоволен. Но предполагать такой исход никто не мог. Даже если бы соседом был какой-то психиатр, все равно такие вещи почти непредсказуемы. У него давно развивалось психическое заболевание. И, скорее всего, речь идет о шизофрении. Я говорю, скорее всего. Потому что судебный психиатр должен тщательно его обследовать. Но предположительно, такие расширенные самоубийства совершают люди больные с шизофренией. Все, что угодно, может подтолкнуть. Вот в этот момент покончить со всей семьей. Конфликт в магазине. Пошел что-то купить, поругался, вернулся на взводе. Давно вынашивал. И всплеск, и он покончил со всей семьей и с собой. Поэтому сказать, что кто-то с ним ссорился, или там его обижал, нереально. Любой малейший толчок уже на высоте подготовки к расширенному самоубийству может запустить этот механизм. Уровень психических расстройств абсолютно одинаков во всех странах. В Европе, в Америке, где угодно. В Америке налажен контроль за психически больными. Поэтому там успевают предупредить. Там считается модным иметь своего психиатра, психотерапевта, психолога, семейного психолога. Поэтому там таких случаев меньше. В Европе, особенно почему-то в Германии, такие случаи очень часто. Большие города, основные поставщики такой патологии. В сельской местности там все-таки нет такой скученности, нет такого взаимного влияния друг на друга. Здесь, посмотрите, в метро не протолкнуться, в автобус не сесть, на машине на собственной не проехать без конфликта. И люди, которые не умеют управлять собой, начинают набрасываться на других. Итак, жертвами преступления ежегодно становятся тысячи детей несовершеннолетних. Зачастую преступники выслеживают и похищают прямо с детских площадок. Многих так никогда и не находят. В России ежегодно пропадает 45 тысяч детей в зоне риска малышей до 4 лет. В этом возрасте еще никакие предупреждения не работают и вся ответственность только на родителях. Ведь сознание проявляется примерно к 7-8 годам. Психологи советуют придумывать для семьи ключевое слово. И если вдруг ребенок остался один и к нему подошел незнакомец, малыш может проверить его, спросив тот самый пароль. Вполне возможно, что это слово и спасет ему жизнь. О том, как не дать ребенку стать жертвой злоумышленников, подробнее в ток-шоу «Слово за слово» на телеканале «Мир» сегодня в 0 часов 10 минут по московскому времени.